Друзья, всем привет! После того, как на российском рынке стали курсировать новости о том, что Сургутнефтегаз может провести байбэк своих акций и этот фактор мог стать причиной резкого роста котировок, возникло очень много вопросов о том, что же такое байбэк и как на нем можно зарабатывать. Поэтому я решила для вас подготовить подробное видео на эту тему. Итак, байбэк, русифицированный термин происходит от английского слова buyback, то есть выкупать обратно. Это процесс, когда компания-эмитент выкупает свои акции либо напрямую у акционеров, либо с фондовой биржи. Этот выкуп может осуществляться либо на собственные средства, либо на заемные средства, как это очень часто происходит в США, потому что там кредитные деньги в последние годы были очень дешевы и это как раз спровоцировало мощную волну байбэков на американском рынке в последние годы. Давайте представим, что у компании образовалась некая денежная подушка и она думает, как же распорядиться этими деньгами. Какие есть варианты у компании? Первый вариант и, наверное, самый очевидный – это вложить деньги в развитие компании. Но это имеет смысл, если компания понимает, что она рентабельна, если компания понимает, что в текущей рыночной конъюнктуре вкладывать деньги в развитие имеет смысл. Сейчас есть большие сомнения в том, как будет развиваться экономика, какими будут цены на сырье и так далее, поэтому не все компании решаются на крупные капиталовложения в свой собственный бизнес. Второй вариант – можно эти деньги потратить на то, чтобы поглотить какие-то другие компании, но здесь должен быть какой-то достойный кандидат для поглощения. Третий вариант – это выплатить крупные дивиденды акционерам. Но, во-первых, нужно понимать, что увеличение дивидендов – это долгосрочная ответственность. И если вы дивиденды повысили, а потом через какое-то количество периодов понизите, то это может очень резко и негативно сказаться на котировках компаний. Ну и, кроме того, резко наращивать дивиденды имеет смысл в том случае, если по большей части капиталом компании владеет какой-то ограниченный круг инвесторов, которых мы можем назвать стратегическими. В противном случае это просто дарить деньги миноритариям. Не всегда эта компания может быть интересна. В общем, если компания не может придумать какого-то более эффективного способа, куда направить свободные средства, то она может обратиться к пятому варианту – это как раз-таки обратный выкуп акций. То есть компания просто возвращает деньги акционерам, они уже сами решают, что с ними делать. По большому счету, байбэк является показателем зрелости компании, потому что она таким образом заботится о своих акционерах и заботится о повышении эффективности бизнеса. Когда компания выкупила акции обратно и они оказываются на ее балансе, здесь есть два варианта, как можно этими акциями распорядиться. Компания может либо эти акции погасить, то есть, соответственно, списать и уменьшить количество акций в обращении, то, что у нас называется термином free float. В таком случае вырастает прибыль на одну акцию, потому что акций просто физически стало меньше, и это улучшает финансовые показатели компании. Кроме того, компания может также полученные акции направить на другие цели, например, предоставить их менеджерам или сотрудникам компании для мотивации. Может этими акциями расплатиться за проведение, например, поглощения каких-то других компаний или после роста котировок может акции снова выбросить обратно на рынок. Также buyback приносит компании снижение дивидендной нагрузки, потому что чем меньше акций в обращении, тем меньше дивидендов, соответственно, возможно, компания будет платить. Также позволяет защититься от смены собственника, потому что акций в свободном обращении меньше. Ну и среди других таких более экзотических причин проведения buyback повышение премиальных для менеджмента из-за того, что улучшаются показатели компании, бывают и так. Также может быть проведение реструктуризации капитала и ряд других причин. Но так или иначе нужно понять, что компания проводит buyback тогда, когда для нее эта история будет выгодной. И, как правило, когда buyback проводится, компания понимает, что как следствие вырастут ее котировки. И это, конечно, может быть очень сильным мотивом. Почему котировки компании после buyback, как правило, растут? Как я уже сказала, в результате сокращения количества акций растет прибыль на одну акцию. Это улучшает показатели компании и, соответственно, заставляет инвесторов покупать бумаги. С другой стороны, проводя buyback, компания как бы показывает, что она сама в себя верит. Ну, типа, посмотрите, вот мы покупаем свои акции, значит, и вам тоже стоит это сделать. Кстати, частная форма buyback – это ситуация, когда высший менеджмент компании выкупает акции компании. Как, например, делала АФК-система в феврале 2019 года. Она повысила доверие инвесторов к бумаге и котировки пошли в рост. Кроме того, в США одна из причин проведения buyback – это оптимизация налогов, потому что там с дивидендов платится налог больше, чем с курсовой разницей между ценой покупки и продажи акций. И, соответственно, в такой ситуации, если мажоритарные акционеры находятся близко к управлению компанией, то им интересно через buyback сэкономить на уплаченных налогах. Давайте немножко обсудим примеры buyback и поговорим о том, как это происходит на рынках. Ну, вот расцвет, наверное, пришелся на кризис 1987 года, когда в США были существенно снижены налоги и улучшены административные условия для того, чтобы компании могли проводить обратный выкуп акций и таким образом поддерживать котировки в трудные времена. В 2007 году компании очень активно прибегали к этому инструменту, как в США, так, кстати, и в Китае. Получается, что всю свободную ликвидность вкидывали на покупку акций по дешевым ценам и подталкивали рынки наверх. По сути дела, buyback – это как раз один из стимулов, который позволил рынкам восстановиться после кризиса наряду со стимулирующей политикой центральных банков. Если говорить о крупных компаниях, то, ну, по сути, Apple сумела капитально разогнать свои котировки именно благодаря очень активной политике обратного выкупа акций, которые компания на протяжении длительного периода времени проводила. Компания Microsoft также грешит buyback и только наращивает темпы, потому что сейчас компания вообще проводит бессрочную программу buyback по своим ценным бумагам. Всего есть статистика. С 2013 года американские компании провели обратный выкуп акций более чем на 4 триллиона долларов. При этом в 2018 году был поставлен новый рекорд, это годовой максимум за 10 лет, buyback на более чем 800 миллиардов долларов. Эксперты, правда, были обеспокоены тем, что деньги, получается, уходят из оборота бизнеса. Это может повлиять на состояние экономики, потому что масштабы действительно огромные. Но, тем не менее, крупные компании продолжали это делать. Там и Facebook, и Mastercard, и фармацевт Эбви все скупали свои акции. При том, что котировки в 2018 году на американском рынке находились уже на очень высоком уровне. То есть обратный выкуп проходил при общей перекупленности рынка. Но в 2019 году тренд на buyback в американской истории снижается. И это связано с тем, что компании копят кэш, потому что всерьез встревожены обострением торговой войны, новыми пошлинами, встревожены также и началом нового избирательного цикла в США и грядущими выборами президента. Потому что это все рождает большую неопределенность. А когда неопределенность, бизнес любит иметь подушку безопасности, то есть кэш. В России buyback куда менее распространены. Я связываю это с тем, что все-таки российский рынок пока еще чуть менее развит. Но, тем не менее, порядка 10 компаний этими вещами занимаются. Как правило, это сырьевые компании, потому что у них традиционно есть хороший запас кэша. Например, крупный buyback еще в 2008 году проводил норильский никель, потратил на него 50 миллиардов рублей. Look Oil также в последние месяцы активно выкупал свои акции. Мы с вами наблюдали, как росли котировки. Но подвох в том, что после того, как программа была приостановлена и котировки также свой рост синхронно приостановили. Кроме того, buyback проводил Magnit, например, проводила обувь России и некоторые другие компании. МТС, кстати, в том числе. Ну и, наверное, самый такой необычный buyback на российском рынке проводила компания Роснефть в далеком 2009 году. Тогда Роснефть абсолютно неожиданно для всех заморозила выплату дивидендов. Акционеры были в шоке и принялись продавать бумаги компании. Котировки упали с 90 до 25 рублей. И вот в этот самый момент компания Роснефть объявила о том, что она проводит buyback и в результате выкупила свои бумаги обратно с 70% дисконтом. Ну, Роснефть такая, что. Роснефть. Вырастут ли котировки после buyback? Это вопрос достаточно философский. Он зависит от большого количества факторов. Скажем так, как правило, buyback толкает котировки наверх. Но при этом есть и другие аспекты, такие как финансовые показатели деятельности компании, какая у нее выручка, какая у нее прибыль, какой объем дивидендов она выплачивает, какой объем миноритариев в общем владении акциями компании, какие при этом у нас в этот момент цены на сырье и какой курс рубля. Кроме того, важно, какой процент от своих акций компания будет выкупать. Так называемая доля выкупа. То есть, если там он минимальный, скажем, 1%, то это одна история. Если компания выкупает там 12-15% акций, то это уже более существенно. Это будет оказывать более резкое воздействие на котировки. Кроме того, нужно смотреть, будет ли выкупать компания бумаги с премией и с какой премией. То есть, насколько цена выкупа будет выше текущей рыночной цены. Потому что, если премия хорошая, то даже купив бумаги буквально до начала buyback, можно хорошо заработать. Но тут еще, конечно, надо при этом смотреть на то, какая будет волатильность рынка в процессе. Ну и кроме того, еще вот забыла сказать, что важно, с какой целью компания акции выкупает. Если она их просто выкупает и перераспределяет, например, между своими сотрудниками, то это не повлияет на количество акций в обращении. Соответственно, на рост котировок будет, ну, только косвенно влиять, как скорее такой вот фактор настроения компании, о котором я говорила. А вот если акции действительно погашаются, то эта история более надежная с точки зрения роста котировок. Buyback, которые ограничены по своим срокам или по спросу, который компания предъявляет на свои акции, то есть, говорю, что выкупит только определенное количество, немножечко опасны для долгосрочных инвесторов. И я хочу обратить на это ваше внимание, потому что здесь мы говорим все-таки именно о ленивой стратегии купи и держи. Потому что получается, что компания может краткосрочно поддуть цену своих акций, потом резко остановить buyback, и бумаги либо лягут в боковик, либо вообще начнут дешеветь. И в такой ситуации, если как бы краткосрочный среднесрочный инвестор заработает, если он выскочит ровно в момент, когда появятся слухи об окончании buyback, то долгосрочный инвестор может как раз-таки от этой истории проиграть. Краткое резюме таково. Как правило, buyback приводит к росту котировок, и на этом действительно можно заработать. Но важно внимательно следить за новостями, понимать, почему компания проводит buyback, понимать, на какие деньги она проводит buyback, и в конце концов, кому это выгодно. Потому что здесь хочется вспомнить фразу Андрея Мовчана, если вы не знаете, кто здесь лох, то лох здесь вы. Кстати, у меня был обзор на книгу Мовчана «Россия в эпоху постправды», и если вы этот обзор еще не видели, то посмотрите. Ссылка на него есть в закрепленном комментарии к этому видео, как и другие полезные ссылки на наши обучающие ролики. На этом будем заканчивать. Я надеюсь, что я вам объяснила в общих чертах, как работает эта схема и к чему она приводит. Если у вас есть вопросы, задавайте в комментариях, постараемся ответить. Ну и также пишите, что вы думаете о том, как buyback влияет на цену котировок, стоит ли акции в этот момент покупать. Если было полезно, не забываем про лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, также присоединяйтесь к нашим социальным сетям, ссылка на них есть в описании к этому видео. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. До новых встреч на нашем канале.